Шамиль Басаев успел за свою жизнь обзавестись шестью женами. Последней из этого списка стала Элина Эрсеноева, начинающая журналистка из селения Старой Атаги. В начале 2000-х она успешно училась на журфаке и подрабатывала внештатным корреспондентом, одевалась современно, носила открытые наряды, традиционный женский платок на голову, она надела только к третьему курсу. У девушки даже был жених, Салман, с которым они строили далеко идущие планы, хотели переехать в Саратов, построить свой дом и завести детей. Но всем этим планам не суждено было сбыться, когда на Элину положил глаз чеченский боевик. Басаеву нужна была не просто очередная молодая жена, он рассчитывал на умную помощницу. Именно поэтому была выбрана начитанная Элина, которая училась на журфаке. С Салмана попросили удалиться, что он незамедлительно и сделал. Девушку выдали замуж по традиционному обычаю, заключив исламский брак некяха. При этом сватали ее якобы за канадского бизнесмена. Поэтому за кого уходит замуж, Элина даже и не знала. После традиционного похищения, когда девушку доставили в дом жениха, она поняла, кто стал ее мужем. Ей сразу же пригрозили, что если она не будет выполнять все, что ей говорят, то убьют ее родственников. Два с половиной месяца Элина прожила в доме Басаева. Ей предоставили компьютер, где она должна была искать необходимые Басаеву сведения и отправлять ему на электронную почту. Ей было запрещено говорить о том, кто стал ее мужем. Из соображений безопасности самого Басаева. Тем не менее, российские спецслужбы пытались организовать за ней слежку. Значит, информация все же как-то просочилась. В июле 2006 Басаев был уничтожен, а в августе того же года Элина исчезла. По одной из версий, ее похитили люди в камуфляже, прямо в центре города. В тот же день она позвонила матери, сообщила, что с ней все хорошо, ее вот-вот отпустят, и больше не выходила на связь, исчезнув бесследно. Есть и другая версия. Якобы до своей пропажи она оформила загранпаспорт, а затем покинула Чечню, отправившись в дальнее зарубежье, попросив родственников ее не разыскивать. Вроде даже живет она в США, получив политическое убежище. По слухам, Басаев завещал ей 7 миллионов долларов, поэтому она вполне могла уехать и спокойно устроиться на новом месте. Продолжение следует...